Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Я очень рад быть здесь. Каждый раз я что-то новое, Бог делает что-то новое каждый раз у вас. И да, спасибо Анатолию за свидетельство. Да, было потрясающее время вчера. Да, я хочу начинать свидетельство. Может кто-то слышал, не слышал. И так что приветствуем всех, кто на лайве смотрит, всех, кто на телевидении смотрит. Да, меня зовут Самойю, как пастор Виктор сказал. Спасибо, что дал возможность проповедовать. Такую честь, что... Слава Богу за все. Знаете, я сам из христианской семьи. И я с детства хожу в церковь. Но я не знал Иисуса, не знал Духа Святого лично. Я очень много слышал, да, Иисус умер за наши грехи. Иисус воскрес. Иисус, Он Господь, да, и так далее. И для меня Иисус не был реальным. Он был просто... Ну, да, я знал, что Он Бог, что Он Сын Божий. Но я не знал, кто Он. И я помню, я ходил в церковь. Мне 14 лет был. Я начал на барабанах играть. Это было единственное, что меня удержало в церкви. Мне не было интересно, мне было скучно. Я говорю, так как было. Мне было скучно. Я не понимал, почему люди руки поднимают, хлопают, там, поют. Как бы для меня было это как бы чуть-чуть безумие, если так, да, смотреть. Но сейчас я сам такой. Клоняюсь, подниму руки, хлопаю, танцую перед Богом, да, как давить. И, да, я играл на барабанах. И потом пастор... Я просто играл после или до собрания чуть-чуть играл. Я не умею играть, но мне было интересно, мне нравился этот звук. И потом пастор говорит, такой, хочешь играть в церкви? У нас барабанщик не придет сегодня. Я такой, я не умею играть. Он такой, да, играй. Ну, не важно, просто играй. Ну, и начал играть. И я вообще мимо играл. И потом, как бы, Бог научил, как бы, учил меня. И репетиция, репетиция, это, как бы, ты развиваешься. В чем ты... Когда ты вкладываешь свое время, там ты будешь развив... Там ты будешь успешным. Вот. Я не говорю, что совершенный барабанщик был, но я был... Играл чуть-чуть. Чуть-чуть ритм умел. Вот. Но суть не в том. Где-то 14 лет я начал пробовать наркотики. И я начал курить травку. И мне не нравилось это, потому что я получил радость. И пошел в наслаждение. Но я не знал, что можно получить намного лучше от Бога. И в 16 лет я начал каждый день почти наркотики делать. Курить. Всякие разные химии. Я начал пить. Я начал в клубы ходить. Потому что друзья у меня были такие. Знаете, очень... Очень зависит твоя жизнь. От твоего окружения. Кто твой друг, тот и ты. Да? Как бы... И друзья влияли очень сильно. Они всегда говорят. Давай, пойдем пить. Пойдем там в клуб. Пойдем сделаем наркотики. О, ты это пробовал? Такое. Такое. О, давай за компанию выпьем там или сделаем. Знаете, я жалею очень, что я вообще-то начал пробовать алкоголь, сигареты, наркотики и так далее. Потому что это все это пустота. Но Бога есть намного лучше. И... Три года назад я принял решение, что я больше не могу так жить. Я... Мне родители сказали, ты хочешь принимать водное крещение? Но они не заставили меня. Они сказали, хочешь ли просто принимать? Я такой думал, ну да, хочется как бы освободиться от зависимости, но я не знаю как. Я все пробовал, как бы сам пробовал там и никак. Просто ты пробуешь без этого быть, но ты уже так привык к этому, что она как часть твоей жизни уже. И ты без этого не можешь. У тебя... У меня была депрессия. Я был очень злой, когда я не получил наркотики. Я был совсем другой человек. Я себя не узнал. Но в то же время, было время, когда ходил в церковь, не ходил, так падал вниз, сверх, там по-разному. И когда я понял, то есть, что я без Иисуса, без Бога не могу жить. Я просто погибаю. Я пойду в ад. У меня был такой страшный страх, что я пойду в ад. Я помню, я летел на самолете. У меня был страх, если сейчас упаду, я еще был, ну, жил в мире и ходил в церковь в это время. Думаю, сейчас я, если упаду, я пойду в ад вечно. У меня такой страх был. Я так молился, Господь, помилуй меня, Господь, помоги мне. Я не хочу... Просто пусть благословил этот капитан, этот самолет, полет, все. И помню, когда я был в Булгарии, я делал решение. Это было после водного крещения, где-то месяц. Три года назад, когда я принял водное крещение, в 11 марта, мне исполнилось три года. Да, я просто полностью посвящал свою жизнь Иисусу. Я сказал, Господь, я не могу без Тебя. Я больше не хочу так жить. Я принял решение, чтобы взлетать за Иисуса все 100%. Не 90%, не 50%, не чуть-чуть, 10%, а все. Потому что Иисус... Написано, что мы умерли для себя, и мы воскресли для Иисуса. Мы новое творение Иисуса Христа. Нас уже нет. Если все, что мы живем, делаем, должен прославить имя Иисуса. Если нам не прославить имя Иисуса, что-то не так. И я принял решение, что вот, все. Я не могу так жить. И когда я летел в Булгарию, друзьями, месяц после водного крещения, у меня жизнь такая же была. Я постоянно ходил в клубах, я наркотики делал, курил. Ничего не изменилось в моей жизни. Думал, я же отдал свою жизнь Богу. Я покалился. Я прошел прощение всех грехов. Кровь Иисуса мыл меня. Я погружился в смерть, да, в водное крещение, да. Я воскрелся в новое творение. Я же такой же, я матом ругаюсь, я курю, я грешу, да. Ничего не менялся. Я думал, почему Слово Божие не работает в моей жизни? И два месяца после водного крещения, я перестал матом ругаться, перестал курить, перестал порнографии смотреть, перестал наркотики принимать. И все, все осталось. Просто мне как бы желание ушло. Мне потребность по этому миру, по грехе уже ушло. Просто Дух Святой делал работу во мне, процесс. Некоторые люди, я слышал это сразу, вот так. С момента человек может с одного дня просто бросить курить, там, наркотики, что угодно, да. Кто-то должен в реабилитацию идти, да. Кто-то, ну, как я, например, у меня процесс. Я никакой реабилитации не был, но я не был таким наркоманом, что я кололся себе, да, неправильно, ну, не понимаете, неправильно, да. Но я принял это решение, и вся моя жизнь изменилась с этого решения, когда я сказал, Господь, я больше не могу без Тебя. И знаете, когда я встретился с Духом Святым три года назад, я был в церкви. И в нашей церкви не было собрания в это время, и мы пошли в другую церковь. Я с детства принял Иисуса первый раз, мне пять-шесть лет было где-то. И там было причастие делали, да, то есть тело Иисуса Христа, кровь Иисуса Христа пили, да. И я смотрю на те люкли, знаю, что они что-то великое получают, что это не просто так, они, ну, съели там булку и виноградный сок и все, как бы, это просто как образ, да, и это что-то духовное связано. И я сказал маме, что можно я тоже, как бы, принимаю или нет? Она такая, ну, ты сам решай, как бы, но надо правильно поступать, как бы, этому действию, да, что если ты примешь кровь Христа и тело Иисуса Христа нечистым сердцем, ты, то есть многие умирают и болезни, да, у всех. Ну, не всех, а кто нечистым сердцем, да, принимают, так что мы должны перед тем, когда мы причастием, испытывать свое сердце. Я в то время жил еще в грехе, я помню, один день назад, как бы, прошлый день, я был еще в клубе, я пришел в церковь, в похмелье вообще-то. И я помню, во время поклонения Дух Святой так коснулся, мне начал плакать. Я вообще не помню, когда я в последний раз плакал, и я чувствовал, что я должен принять причастие, как бы, я должен тоже принять часть этого, но я не смог. Я принял решение, что когда я не принимаю крещение, пока я не отдаю свою жизнь полностью, я не могу. В это время я еще, как бы, не принял водное крещение, да. И да, всю мою жизнь изменилась, когда я встретился с Духом Святым. Я начал, я помню, моя тетя в Швеции живет, она молилась за меня, за крещение Духом Святым. Такой, молится, молится, говорит, давай, молись на языках. Я такой, я не умею. Говорит, ты не должен уметь, просто ты начинай молиться. Ну, молись, молись, никак не мог заговорить. Потом, знаешь, до слова там, бара-бара-бара. Я думаю, что я говорю-то, придумал что-то, наверное, что-то не то, да. И постоянно такие сомнения. И у многих верующих слышал, что, сомнения такие, что, ну, они молятся на языках. Но дьявол поставил такие мысли, да, это не языки, это ты сам придумал, это, ну, это не, как бы, не молись, как бы, да, лучше, и так далее. Я, я был верен в этом. Мне говорили, молись, молись, продолжай. Я молился постоянно, бара-бара-бара-бара-бара, вот так. И потом, Бог, Господь дал больше, мой язык как бы развивался, он стал как реальный язык, как какой-то иностранный, не знаю, да. И больше слова, да. И как бы, помню, мне дядя еще говорил, Виктор Курников, да, пастор, что молись на языках час. Я думал, как, потому что 10-15 минут не могу молиться. Потом, я начал просто с маленького, 10-15 минут, для меня это было уже все, как будто 10 килограмм, 10 километров, то есть, пробегало, да. И так тяжело. А я, чем больше, 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 чем легче стал. Потом уже 2 часа помолился, о, так быстро уже время прошло, да. Как бы, есть сила на языках, мы молимся, ходатайствуем о своем будущем, да. И часто мы не знаем, о чем молиться. Я, например, у меня были постоянно такие молитвы, там, о, Господь, благословисти в Эстонию, там, правительство, там, семью, церковь и так далее. Все это нормально, это хорошо. Дух Святой, написано, когда мы не знаем, как молиться, Дух Святой, он сам ходатайствует за святых, да. Он ходатайствует за вещи, которые нужны. Нужны, вот именно в этот момент, понимаете. Когда мы молимся на языках, как будто наш дух, он в будущее пойдет. И тут всякие препятствия, представьте, путь какой-то, да, здесь препятствия. Ну, как ты думаешь, когда ты молишь на языках, ты разрушаешь дела дьявола, все. Ты ходатайствует за будущее, за свое служение, за церковь, за, может, людей, которые гоняют в Китай, или в Корее, или где угодно, да. Сейчас очень мощные гонения везде по всему миру, да. И отрубят головы. Но ты молишься, может, за кого-то, кто в беде. Может, кто-то... Нету человека, за кого кто-то вымолился. И Дух Святой через тебя молится за кого-то человека. Знаете, я благодарен Богу, что меня были люди, которые учили Духом Святым. Которые молились, чтобы я получил крещение Духом Святым. Я вижу, что моя жизнь изменилась. Я жил обычной жизнью, когда я был не крещен в воде, не крещен Духом Святым. Моя жизнь была просто... Ну, я не отличался от мирского человека, да. Я не говорю, что кто-то из вас. Я говорю о себе. Я понял, что что-то мне не хватает. Что-то не хватает. И это был Дух Святой. Знаете, когда я начал общаться с Духом Святым, я начал пережить Его присутствие. Я пережил радость. Много раз было, когда просто Дух Святой наполнял меня. Я просто смеялся. Мне такое... Я просто не смог просто серьезным быть. Знаете, должен меняться в церкви, в вашем мире понимание, что если человек радуется, что люди думают, как думают, да. Человек радуется, значит, больно чуть-чуть, да. Что-то непорядки. Какой-то ку-ку, да. Но это не так. А если человек грустный или в депрессии, это нормально. Это должен маняться. И церковь очень ответственна за то, чтобы пришел радость, чтобы люди встретились с Иисусом, чтобы люди встретились с Духом Святым, чтобы не пережили небеса на земле, чтобы не пережили наполнение Духом Святым. Если мы будем говорить людям просто слова, там, Иисус любит тебя, да, это тоже хорошо. Но если ты дашь вкусить Царство Божие, например, ты молишь на него, он приезжает к Богу, будет плакать или смяться, или, не знаю, что-то произойдет в его жизни, да, то человек, он будет хотеть этого, что же ты имеешь. Он скажет, что? Ты такой-то особенный. Знаете, был один сестра, он пошел в почту, и какой-то мужик пришел к нему, слушай, ты этот, тебя, ну, например, Настя зовут? Он такой, нет. Окей, я перепутал. Он говорит, слушай, ты, ну, что с тобой, как бы, ты такой-то особенный, я чувствую, мне хорошо рядом с тобой. Не чувствую такой легкости или такое, не знаю, он просто так описал, но что этот человек пережил? Он пережил присутствие Духа Святого. Это то, что Бог хочет, чтобы мы несли Его Царство, Его присутствие. И мы можем нести Его, когда мы проводим время с Богом. Написано, мы преображаемся, когда мы смотрим на Иисуса. Мы преображаемся от славы славы, когда мы смотрим на Его с присутствием. Ну, просто, знаете, иногда мы можем войти в присутствие Божие через поклонение, через благодарение, через молитву и пение на языках, через хвалу. Но иногда надо просто в тишине быть. Можешь поставить поклонение или музыку, пропитывание, да, и просто наслаждайся, просто Его присутствие. Ты говоришь, вот я, Господь, я слушаю Тебе, говори ко мне, Господь. Я просто хочу наслаждаться Тобой, просто хочу быть с Тобой. Знаешь, Бог придет, написано, Бог придет в тишине. Также и в гром, да, на небеса гром, и молнии, и все, Он придет и в тишине, и когда гром, и все. Надо баланс иметь. И в тишине, и поклонение, и громкое поклонение, и тихое поклонение. И поклонение сердцем, открытым сердцем. Когда мы открываем свое сердце, то Духу Святому есть возможность прийти. Но когда мы закрыты, трудно, трудно прийти к Богу. Я просто желаю, чтобы у вас пришла жажда по Богу так, как никогда, чтобы вы исполнялись Духом Святым, чтобы вы были крещённы Духом Святым. Потому что Слово Божие говорит, но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями. В Иерусалиме, во всей Иудее, в Самаре, даже до Края Земли. Мы не можем без Бога быть свидетелями Бога. Понимаете? Без силы Бога мы не можем быть свидетелями. Мы не можем своей силой, своей мудрости. Потому что люди не будут слушать нас. Им будет скучно. Что ты говоришь? Я это знаю уже. С умертым. Да. Но когда ты будешь наполнить Духом Святым и говоришь Слово Божие, оно будет живо и действенно. И оно будет, оно войдет в сердце человека. Оно приносит пот. Когда человек откроет свое сердце, он будет слушать. Когда ты имеешь силу Божию, человек будет слушать. Ему будет интересно. Говорит, слушай, ты не такой, как все верующие. Ты не простой верующий. Ты какой-то особенный. Ты с Богом общаешься. С тобой Бог. Потому что люди, они чувствуют духовный мир. Столько колдовства, столько всяких разных вещей в мире. New Age, йогой занимаются люди. Мы должны проявлять силу Духа Святого, Его любовь. Самое главное, чтобы была любовь, потому что любовь без силы, она разрушает. Но сила с любовью, с единствием, она поднимает, она наседает церковь. И хочу подсчитать одно из описаний вам еще. Это Диания, после Диания, 12-й голова, 13-й до 20-й стих. Некоторые людей, которые переходили из города в город, пытались изгонять злых духов из одержимых именем Господа Иисуса. Они говорили, «Заклядняю тебя именем Иисуса!» Чего учения проповедует Павел? «Выйди из этого человека!» Делали это и семь сыновей Скевы, одному из главных священников иудейских. Но однажды злой дух сказал им, «Я признаю Иисуса!» «Я Павля знаю!» «Вы кто такие?» «А вы кто такие?» «А?» «Тогда человек, которым был злой дух, прыгнул на них, одолев их, избил, а затем сорвал с них одежду. И выбежали сыновья Скевы из того дома на Гия и израненные. Когда все людей и греки, живущие в Эфисе, узнали об этом, на них напал страх. И тогда имя Господа Иисуса стало почитаться еще больше. Многие из уверовавших приходили исповедоваться и открыто признавались в реховных проступках. А многие из занимавшихся кондостом собрали свои книги и сожгли их на глазах у всех. Когда почитали их стоимость, оказалось, что она доходила до пяти тысяч серебряных монет. Одна монета это дневная сработка человека. Сколько в Финляндии примерно средняя дневная сработка? 40, 50, 80 евро. 80, да? И умножите это на 50 тысяч. Это большая сумма. Ставьте, все колдуни пришли и зажгли все. все свои книги, все свои вещи, да? Так Слово Господне широко распространялось и набирало силу. И число верующих все возрастало. Знаете, многие люди, они пытаются использовать имя Иисуса. Да, есть имя Иисуса. Если ты опасности, если ты еще не веришь Иисуса, кричи Иисус, Иисус, помоги мне, Он придет. Если ты еще не спасен, призови имя Иисуса, потому что написано, что каждый, кто призовет имя Иисуса в последние дни спасется. Мы сейчас находимся в последние дни. И смотрите, эти люди, они были сыновья священники, они были просто религиозные люди, они не знали Духа Святого, они не знали даже Иисуса. Они слышали об Иисусе, они видели Его, они слышали Его проповеди, но они не имели власть, они не имели силу, они не имели Духа Святого. И Иисус, Он имел власть. Знаете, эти книжники, все они говорят, кто Он такой? Когда Он сказал, Дух Господа Бога на мне, Он помазал меня, благовестный радостный весь нищим. И когда бес начал проявляться, он сказал, выйди вон, да, или молчи и вон, выйди вон. И смотри, вау, он не как все проповедники, у него есть власть, у него есть сила, у него есть сила Бога, он какой-то особенный. и часто люди испытывают, пробуют, используют имя Иисуса, но у них ничего не получается, почему-то бесы не послушаются, потому что в церкви силы, во-первых, может быть, есть сила, но силы мало. Чтобы сила, она возрастала, стала больше, мы должны платить цену. если ты хочешь вносить силу Божию, его присутствие по Мазани, ты должен инвестировать в себя, инвестировать в Бога, проведить с Богом время, с Духом Святым, ты должен познакомиться с Духом Святым. Без Духа Святого ничего не можешь. Ты можешь просто сказать, цитировать Библию, но не иметь силу. Петр процитировал слово, да, он имел власть, силу в этом. Знаете, я последний раз, в последнее время Бог открыл мне, что надо поститься, надо молиться. Я думаю, а зачем поститься? Я же не могу, я не умею, я люблю кушать, как я могу голодовать? Знаете, все начинается с маленького, хоть пропусти один обед, или завтрак, или ужин, или два раза в день не кушать, ну как бы позавтрак и только, да, и все, начинается с малого. Знаешь, ты видишь, что твоя жизнь изменяется, и я что замечал, когда я пошлюсь, я более чувствительный духу с этого, я слышу, четко слышу его голос, намного как бы легче слышать голос Бога. Я чувствительный мой голос, его присутствие, его силу, откровения придут, да, моя жизнь изменится, я ради Бога, как бы, чтобы больше познать Бога, не что-то выпрашиваться у Бога, или сослужить что-то, нет, это не то, что ты, типа, постичься, чтобы сослужить у Бога, нет, Бог дает тебя и так, но Он хочет смотреть, видеть, настоящий, ты по-настоящему хочешь это, или ты просто играешь. Есть местописание, что сей род не выходит, ну, что сей род только выходит с постом и молитвом. Знаешь, может, ты крещённый духом, ты молишься на языках, но у тебя нету такого уровня помазания, такого уровня сила, чтобы, ну, как бы, сильные бесы выходили, и Бог хочет, чтобы церковь была сильной, чтобы ворота ада не одолели его. И для того мы должны поститься, молиться. Я призываю вас всех молиться, поститься за свои города, за свои пастора, за служителей, за Европу, Россию, на всех. И знаете, я был на конференции, и там один проповедник сказал, что люди по всему миру, где-то больше, чем 100 тысяч миллион верующих, христианин, они постятся каждый первый, второй, третий, первый, второй, третий числа каждый месяц до того момента, когда Иисус придет. И это ключ посредственной временной церкви, пост и молитва. Иисус исполнялся Духом Святым, Он пошел в пустыню, Дух Святой был в пустыню, Он прошел через испытания, трудности, дьявол испытывал, если ты Сын Божий, скажи этим камнем, чтобы они превращались в хлеб, да, Он знал, какую власть Он имеет, но Он жил как человек, Он показал нам, как жить на этом земле как верующим, да, как можно людям жить здесь, и это власть, да, что Он имел. Иисус, когда Он вошел в пустыню, Он был исполнен Духом Святым, но когда Он сорок дней постился, только воду пил, Он вышел из пустыни силы Духа Святого, Он пошел в синагогу и сказал, Дух Господа Бога помазал меня. У помазания есть цена. Ты не то, что ты сослужишь эту, да, или купишь его, ты не можешь купить помазание, Бог дает его бесплатно, но ты должен платить цену за это, чтобы, знаешь, когда ты получаешь языки и силу Духа Святого, она должна расти. Знаете, как телефон, здесь у меня, например, 67%, если у меня здесь будет ноль, телефон выключен, все, больше не могу использоваться, а если я буду заряжать его, то она будет активная, да, я могу использовать его, могу музыку слушать, проповедь слушать, могу писать, там, да, и так далее. Также мы нуждаемся в заряжении, как можем заряжаться, через поклонение, через молитву и пение на языках. Молитва на языках это вообще такое сильное оружие, которое дьявол не хочет, чтобы каждый верующий использовал. Он будет врать тебе, а эти языки не от Бога, это не молись на языках, делай лучше это, иди лучше, там, занимайся суетой, он дает тебе мысли, иди туда, только, чтобы ты не молился на языках. Ты вот сегодня бери, если ты молишь на языках, у тебя есть языки, вот бери, иди хоть 15 минут молись, начинай этот каждый день молиться на языках, и ты будешь выращивать, ты будешь расти, 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 эта сила будет выращивать. И еще, если когда будешь поститься, то есть твоя молитва будет иметь тысячи раз больше влияния, чем ты просто молишься. Да, я хочу молиться за каждого из вас, хочу вас благословить, я хочу еще один слово сказать, не знаю, это в зале кому-то относится, или кто смотрит нас по фейсбуку, или по телевидению, но ты знаешь, что это слово ко мне. Есть человек, может вас больше, чем один, который потерял первую любовь к Богу, и Бог хочет, чтобы ты вернулся, чтобы ты вернулся, чтобы ты был простой, как ребенок. Если не будете как дети, не увидите Царство Божие, мы так часто пытаемся быть как взрослый, быть как ребенок, вернись на ту позицию, где ты был, откуда ты спадал, покайся, и скажи, Господь, я хочу тебя больше, прости, что я потерял эту первую любовь, прости, что я так мало времени с тобой, я хочу с тобой быть, я хочу влюбиться в тебя, Иисус, я хочу знать тебя, Иисус, не своим разумом, но своим сердцем, своим духом, всем, что во мне есть. Иисус, просто благословляю каждого, кто здесь. Давайте мы поднимемся. субтитры создавал DimaTorzok,